привет всем уважаемые рыбаки любители профессионалы просто всем кто любит порыбачить привет моим подписчикам и тем кто будет моими подписчиками сегодня у нас программа называется экспромт почему экспромт сейчас скажу мне в руки сегодня попала кормушечка вот такого типа да очень такая прикольная кормушка весом 40 грамм но здесь есть один минус моей кормушки она попала поломанная где-то при транспортировке видимо прижалась ее сломала вот здесь видите ну как бы на снасть я такую кормушку же поставить не могу и я решил с нее что-то сделать и хочу вам предложить чтобы вы посмотрели как можно с поломанной кормушки не выбрасывая что-то придумать и сделать себе неплохую оснастку для того чтобы порыбачить и мы сделаем такой маленький экспромт сейчас чуть-чуть переделаем что-то отрежем подрежем и наверное у нас не получится неплохая снасть такая с названием как в некоторых регионах и называют засос у нас это называется ракетка и давайте попробуем с нее соорудить что мы можем делать с этой кормушечки значит первым делом мне надо удалить вот это все все же у меня поломанное сейчас попробуем удалить для этого я возьму попробую сначала кусачки если кусачку меня не получится соответственно чем-то другим сейчас мы попробуем вот эти ребра убрать вот принципе получается все хорошо сейчас попробуем с этой стороны что у нас получится вот очень даже хорошо пластмасса здесь почему-то хрупкая с одной стороны это одним не очень даже и хорошо удаляем сначала удаляем по грубому а потом попробуем удалить это все более-менее красиво сейчас посмотрим что у нас получается изымаем этот кусочек есть вот и теперь делаем красоту удаляем лишние здесь кусочки под этих шипов для того чтобы они нам не мешали потом вот хорошо получилось смотрите прям ровненько так вот и ту же процедуру мы проведем здесь вот хорошо вот теперь возьмем ножичек в руки здесь ножка я насорил но это рабочая обстановка сейчас ножичком попробуем подрезать и чтобы что-то у нас получилось но ножик не особо режет такой пас ага режет режет вот мы здесь прям подойдем под крылышко здесь такие специально стабилизаторы такое впечатление что ее делали как для космоса или для полета но я так понимаю что эти стабилизаторы были сделаны производителем для того чтобы она хорошо выходила с воды то есть сразу со дна подымалась наверх здравствуйте вот значит мы ее почистили в принципе все получилось у нас идеально чисто все хорошо вот у нас получилось и теперь вот такая кормушечка здесь меня не устраивает один вариант вот засоса все-таки лучше чтобы здесь были закрыты вот эти передние задние части здесь в этой кормушке тоже шла сзади вот такая крышечка вот она она тоже отпала видимо при транспортировке сейчас мы попробуем что-то с этой крышечки сделать чтобы у нас получилось а мы попробуем разрезать вот для этого я возьму линеечку вот заберу свою подстилочку и сделаем пару раз прорез ножом для того чтобы ее разрезать аккуратненько и чистенько ножичек надо подтянуть чтобы не сделать рану своей руке вот и протянуть по линейке вот есть теперь возьмем эту крышечку сейчас посмотрим очень хорошо очень даже хорошо снова почти то есть получается у меня с одной крышечки получилось две почистим и посмотрим как она у нас будет здесь стоять ну вы знаете очень даже неплохо с этой стороны а с это чуть похуже будет а если вот так поставить ну принципе нет лучше вот так вот вот так красота все теперь следующий вариант мне нужен клей клеем я пользуюсь вот таким ты какой-то супер клей написано я ним давно уже пользуюсь сейчас мы почистим здесь еще крышечку вот так чтобы была площадь хорошая есть так и ту же процедуру повторим здесь очень хорошо хорошо теперь делаем примерочку просто идеально берем этот клей аккуратненько наносим на поверхность все знают что этот клей очень крепкий и в принципе для рыбалки нам его будет достаточно чтобы наша кормушечка выдержала все нагрузки на водоеме и представляем эту крышечку желательно представить ровненько чтобы это было симпатично чтобы рыбке это нравилось очень хорошо и делаем следующую процедуру с другой стороны тоже наносим клей вот наносим сюда клей жирненько так нанесли и представляем эту крышечку с этой стороны очень ровненько очень хорошо есть я думаю этот клей быстро высохнет все кто пользовался такими клеями знаю что он быстро сохнет есть клеем не забудем закрыть вот смотрите ребят что у нас получилось у нас получилось вот такая кормушка есть у нас крыло немножко под ломано да мы тоже сделаем вот практически что-то мы делаем здесь красивенько чтобы было более симметрическое клей высохнет мы поделаем сейчас следующий вариант этой кормушки нам надо сюда приделать крючочки для того чтобы крючочки мне приделать и надо сделать пару отверстий и в принципе можно отверстия сделать так а можно и не так сейчас подумаем как мы будем делать вот и делаем думаем как мы будем делать здесь отверстие вариантов здесь много просто можно отверстие сделать вот в дне можно чуть-чуть по-другому здесь надо подумать как точно будут у нас расположенные крючки все-таки я думаю надо в торец сделать отверстие почему-то мне кажется так лучше для этого я беру свой шуруповерт сверлышко где-то приблизительно 2 миллиметра этого доставить даже полтора этого достаточно вот я буду сверлить в дне через всю его толщи получается да вот так сейчас мы посмотрим пока как это все делается там в середине свинец но мы сверлили очень одно так и сейчас другое будем вот есть второе до сегодня у нас здесь рабочая обстановка все есть так вот у нас получилось такие два отверстия вот я здесь полностью просверлил в эту насквозь эту подложку да здесь свинцовая подложка которая весит порядка 40 грамм вот дальше мне понадобится шнур для поводка то есть в принципе я тот же беру повер зоны 0 15 диаметр для поводка этого достаточно будет и и сейчас посмотрим что у нас получится если я его протяну вот сюда очень хорошо получается пока и сейчас надо подумать как бы нам не наверное у нас такой вариант все таки интересный не пройдет мужик как не зафиксировать все я придумал все по большому счету все я делаю еще дополнительные четыре дырочки вот здесь они быстро сверлится это будет у нас здесь держаться поводки вот просверлил отверстия в дне вот все таки я их просверлил отверстия в дне вот сейчас я буду думать как мне вцепить сюда поводочки которые будут держать держаться здесь конечно чуть не так как бы я хотел ну это же экспромт у нас на все поводки я возьму сюда крючочки возьму вот такой саса они со сама сегодня возьму сирана сказать недорогой крючок четыре крючочки девятый размерчик принципе достаточно сейчас говорят у нас идет карп вот говорят что у нас сейчас просыпается карпик в принципе крючочки чуть побольше сделаем на засосе и давайте попробуем завязать пару крючочком сделаем вяжем крючочки своим хорошо привязываем затягиваем как всегда лишнее удаляем вот вяжем крепенько крючочек делаем длину приблизительно вот такой длины нам хватит с головой сейчас посмотрим как у нас там будет цепляться вот так петелечка лишнее удаляем и сейчас будем приспосабливать будут сложности видимо да для того чтобы не было сложности вот сейчас мы отверстие почистим и попробуем все таки протянуть вот так видимо ах крючок острый теперь протягиваем сюда ох не получается так как просто есть и делаем удавочкой затягиваем вот никуда он не денется смотрите делаем следующий вариант для нашей ниточка прикольная штучка получается наш экспромт вяжем крючочек просто вот так можно из ничего то сделать что то да и это очень хорошо что надо пробовать но не получится у нас что то ничего страшного сегодня не получится завтра получится но тем не менее интерес в том что я бы или кто-то из вас кормушку просто бы выбросил да потому что она поломана получается что можно не выбрасывать а можно вполне соорудить неплохую оснастку которая вам принесет удовольствие и мало того вы еще и денежек своих сэкономите и наш мозг не атрофируется от того что мы ничего не делаем то в принципе то магазине покупать можно все но не всегда же ты купишь что же тебе нравится да и качество не всегда попадет то что за что мы деньги платим а так получается вы сами себе сделаете это снасть она в экспромте но она как очень похожа на давно всем знакомую снасть пробка да которые думаю кто-то уже пробовал делать ее я например делал пробовал не рыбачить все что я не пробовал у меня ничего с ней практически не получилось вероятно все вся проблема в моем водоеме как я ее не делал не переделывал удовольствие от много в ней есть она удобная она прикольная на рыбалке почему-то у меня не получилось и я забыл о этой снасти и мне приходится что-то делать другое добрый день здравствуйте вот вяжем хорошо крючочки сейчас на 3 крючок привязали снова же делаем такую же процедуру затягиваем так подтягиваем то есть в принципе в этой снасти у нас не получилось никакой там супер пупер процедуры затягиваем все очень просто быстро самое главное надежно должно быть если все подготовить то эту снасть вы сделаете буквально ну если у вас будет конечно поломанная кормушка сейчас она у меня только поломанная ну в принципе было да я уже как-то ее шаманил заделал и получил себе вот такую снасть ракетка или как в некоторых регионах называют засос кстати засос сейчас будет работать очень хорошо кто-то скажет что здесь неправильно сделано с грузом потому что груз у нас не скользящий и рыбы рыба наша заморится тягать этот груз я скажу вы правы и делаете скользящий груз а я сделаю не скользящий груз ну что кто постарше нас или такого же возраста как мы никто раньше в те далекие времена не пользовался скользящим грузом это уже потом все придумали и сделали со скользящим раньше было все монолитом и рыба прекрасно клевала все было хорошо красиво крылышком не подтянуть сделать и рыба не будет клевать потому что у нас не симметрично и здесь сейчас мы чуть подрежем приблизительно красота для тех кто не понимает о одинаково видите все получилось одним движением вот смотрите ребят все получилось да здесь будут маленькие запутывания здесь все будет ну ну что сделать это же рыбалка где вы видели чтобы на рыбалке что-то не запуталась что-то не урвалась ничего не будет не будет никакого запутывания сейчас я еще здесь делаю вот эту штучку перевяжем центральный шнур можно было бы и без него но я думаю с ним будет чуть-чуть получше потому что там очень толстое ушко или просто поставить туда надо было карабинчик но я так понимаю что так будет чуть чуть лучше здесь достаточно сантиметров 20 и и у нас все готово только потом поставим свой термо кембрик чтобы скрыть вот эти все наши узлы и это он у меня был здесь под руками ага вот он есть под руками вот-вот если у вас нету мы уже говорили можете не ставить но я его ставлю вот здесь я сейчас уже не буду это делать вам показывать как-то паяльничками делаем потом я сделаю так смотрите ребят в чем задача кто-то скажет что здесь будет до подпутывание будет не бойтесь это зато это снасть будет рыбачить смотрите набиваем сюда кашку кто не ловил на засос или на ракетку или еще кто-то его называл спутник набиваете сюда кашку берете я не знаю там пенопласт кто использует там кук разные штучки поддеваем вот это все на крючок это как вариант это не обязательно это как вариант вот надели крючочек пенопласт и вставили сюда вот цевьем в кашку вот видите вот сюда вставили один крючок вставили потом другой крючок вставили третий крючок еще все у вас красиво стоят крючки при забрасывании ведь самая главная задача забросить снасть чтобы не запутались васяк ваши крючки при выуживании это уже другой вариант вот когда вы ставите свои крючочки сюда тыльной стороной крючка то есть цевьем все будет хорошо рыбка приплывет к вам то есть к вашей заманухи кашки она начнет там делать свои вещи и по-любому крючочки подырится и она их возьмет то есть в принципе это неплохая снасть мало того здесь меня ребят спрашивали по поводу снасти на течение вот эта снасть исключительно будет себя чувствовать на течение ну наверное течение все таки я удалил бы два крючка оставил бы два крючка чтобы там не было какой-то головной боли неудобства то есть она плоская у нее вес 40 грамм я думаю не каждое течение сможет ее так легко перевернуть и там куда-то в сторону и оттянуть на течение это снасть пойдет прекрасно вот ребят получилось за несколько там минут вот мы соорудили вот такую снасть с поломанной кормушки которую как бы можно было выбрасывать но получилось довольно таки неплохая оснастка можно рыбачить вот такой вариант ребят пробуйте изготавливайте не выбрасывайте все подряд просто чуть-чуть фантазии и все будет хорошо так что ребят всем спасибо за внимание кому понравилось подставьте лайк на мое видео не забывайте подписываться я думаю что что-то дальше мы еще будем делать для вас рыбаков чтобы вы получали свое удовольствие у вас все было прекрасно все всем до свидания и удачной рыбалки до новых встреч